Добрый вечер! Итоги этого дня подведу с вами я, Анна Маскаленко. И в начале выпуска коротко расскажу о главном. 265 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в регионе за прошедшие сутки. Подробности в выпуске. Глава Ростуризма Зарина Дагузова посетила город-курорт Белокуриху. По ее словам, у этой алтайской территории большой туристический потенциал. Около 4,5 миллионов рублей выделили на ремонт спортивного зала в хлеборобной образовательной школе. 265 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы в Алтайском крае за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, выздоровели 88 пациентов. Также зафиксировано 23 смерти от коронавирусной инфекции. Всего же в крае 68 тысяч инфицированных. Из них 52 тысячи выздоровели. Около 3 тысяч человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 363 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным оперативного штаба, тяжелобольных – 823 пациента. На аппаратах ИВЛ – 202. И к другим темам. Хозяйства края, занимающиеся промышленным производством картофеля и овощных культур, продолжают сбор урожая. Картофель убрали с площади около 180 гектаров. Его урожай оценивают в 4253 тонны, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Урожай овощей получен со 109 гектаров. Его оценивают в 2000 тонны. Столовые моркови аграрии накопали 27 тонн, свеклы – 199, а капусты заготовили почти 2000 тонн. В регионе снизились цены на ряд продуктов питания. Однако такие изменения носят сезонный характер, сообщили в пресс-службе правительства региона. Значительно уменьшилась стоимость огурцов на 22%, моркови на 21%, картофеля почти на 17%. Кроме того, приобрести по выгодной цене теперь можно и помидоры. Подешевели и некоторые продовольственные товары. Среди них сливочное масло, рыба, сосиски и сардельки, яйца, макаронные изделия и мука. Почти 30 тысячам детей из многодетных семей назначили ежегодное пособие на подготовку к школе. Как получить материальную помощь в нашем регионе, расскажем в сюжете. У Ольги и Михаила Лыгиных четверо детей. Старшие Лиза и Катя ученицы Косихинской средней школы. Собрать их к новому учебному году задача не из легких. Поэтому Ольга обратилась в управление социальной защиты с просьбой предоставить выплату на детей для подготовки к школе. В сумме на двоих детей Ольга получила 10 тысяч рублей. Большую часть покрыли мы выплатами, все расходы. Ну, немножко своих денег вложили. В этом году мы по-крупному подготовились к школе. Лиза у нас очень сильно выросла. И ей пришлось покупать вообще все. От обуви, нога выросла, до одежды школьной. На материальную помощь Ольга и Михаил купили школьную форму, канцелярию и рюкзаки для детей. Получить такую выплату могут все многодетные семьи в нашем регионе. Для первоклассников предусмотрено 7,5 тысяч рублей, а для остальных 5. А в этом году получить финансовую помощь стало еще проще. Заявление они могут подать к нам в управление, в МФЦ, либо через портал госуслуг. Семьи в этом году упростили пакет документов. Они нам предоставляют одно заявление и подтверждающий факт, что эта семья многодетная. Заявление обрабатывается в течение месяца, денежные средства они получают. В следующем учебном году в семье Лыгиных станет на одного школьника больше. В первый класс пойдет сын Иван. И тогда они смогут претендовать на большую финансовую помощь. Дарья Кончина, Михаил Лифуншан, Новости. Глава Ростуризма Зарина Дагузова посетила город-курорт Белокуриху. По ее словам, строительство дорог в туркластере Белокуриха-Горная и привлечение крупных инвесторов – свидетельство большого потенциала территории. Руководитель Федерального агентства по туризму также подчеркнула, что курорт производит положительное впечатление. И благодаря федеральным программам он может получить значительный импульс развития. Мы за счет национального проекта по туризму готовы будем поддержать инвесторов дешевыми льготными кредитами, для того, чтобы сократились сроки окупаемости этих объектов. И стройка, и строительство гостиничной инфраструктуры шла такими более быстрыми, скажем так, темпами. Плюс за счет национального проекта по туризму, конечно же, можно будет обустроить непосредственно курортную среду, территорию вокруг гостиниц. Глава ведомства пообещала также оказать поддержку при обустройстве туристических маршрутов рядом с Белокурихой. Они должны отвечать современным требованиям, ведь туристов с каждым годом все больше. Именно поэтому уже много лет развивают проект туркластера «Белокуриха-Горная». За это время на ее площадку проложили дорогу серпантин и провели коммуникации. Это привлекло инвесторов. Здесь уже работает современный отель, ресторан и другие объекты. Строится крупная криолечебница. Есть и новые инвесторы. Не так давно, в этом году, еще один инвестор проявил интерес к Белокурихе. Это экспресс-тур. Планируемые инвестиции порядка 4 миллиардов рублей. Это средства размещения 1200 человек со всей инфраструктурой, с акватермальным комплексом и прочее. Достаточно серьезные инвестиции. Первую очередь запустят уже в 2024 году. А в туркластере «Белокуриха-Горная» тем временем продолжается строительство дороги к горнолыжному комплексу «Мишина-Гора». Они начались еще в 2020. В этом году на эти цели направили более 400 миллионов рублей. Строительство завершат осенью. А в следующем году дорогу начнут строить в направлении горы Лухариной. На это предусмотрено еще около полумиллиарда рублей. Техническая категория дороги – это парковая автомобильная дорога. Ширина земполотна 14,5 метров. Ширина проезжей части 6 метров. Покрытие асфальтобетон. Кроме того, велосипедные дорожки, пешеходная зона. Ну и все объекты благоустройства. Это освещение. В Камни-Наби построят новую школу. Межрайонный диагностический центр и отремонтируют спортивные помещения. Заместитель губернатора региона Игорь Степаненко во время рабочей поездки оценил социальные объекты города. Подробности в нашем сюжете. Детский сад «Умка» в Камни-Наби принял первых воспитанников два месяца назад. Уже сейчас работают четыре группы. С 1 сентября откроют еще одну, специальную, для аутичных детей. Это единственное дошкольное учреждение города с элементами доступной среды. Данный детский садик построен был по проекту, по нацпроекту. Демография рассчитана на 200 мест. Около 200 миллионов было потрачено. Национальные проекты оказывают огромную помощь в развитии экономики Алтайского края. Каминская межрайонная больница проводит капитальный ремонт и благоустройство территории прямо сейчас. Открыты новые отделения, улучшена материально-техническая база. В планах строительство межрайонного диагностического центра. Когда побывали в Каминской межрайонной больнице и услышали, что более 100 тысяч человек, охват проживающих на этой территории, будет заниматься эта больница. Поэтому диагностика, естественно, важна. Качество жизни, доступность услуги в образовании здравоохранения очень важно. Пятая гимназия города рассчитана на 500 человек, хотя уже сейчас там обучается 800 учеников. Реконструкция и расширение здания 1937 года сопоставимы со строительством нового здания. Его проект представили во время рабочей встречи. Подготовку необходимой документации поддержат за счет краевых средств. Для нас как важно было сегодня увидеть результаты уже проделанной работы, так, конечно, и важно было оценить еще, на самом деле, те чрезвычайно важные объекты для жизнедеятельности, которые мы сегодня посещали. Конечно же, мы увидели, что работа ведется большая. Мы увидели настроение людей, оно меняется все равно. Капитальный ремонт спортивной школы намерены начать уже в этом году. Также поставлен вопрос о реконструкции стадиона «Спартак». В первую очередь – зала для занятия боксом. Софья Житина, Артем Тарасов, Сергей Седых. Новости. Около 4,5 миллионов рублей выделили на ремонт спортивного зала в хлеборобной образовательной школе. Образовательное учреждение построили больше 50 лет назад. И масштабного ремонта в нем никогда не делали. Лишь частично ремонтировали пол, потолок и меняли трубы отопления. Здесь у нас раньше был тренажерный зал. Там у нас был кабинет учителя физкультуры и раздевалка. Было очень неудобно. Там был мой кабинет. Теперь все отдали под спортзал. Потому что у нас же все для здоровья детей. В этом году их, кстати, 165. 80% учеников, по словам директора учреждения, увлекаются спортом. Занимаюсь я волейболом уже два года. Поэтому для меня, наверное, важно, чтобы там было удобно играть. Самая была такая проблема, которая мне не нравилась. Это были низкие потолки. То есть мы играем в волейбол, отлетают мячи. И, естественно, неудобно играть. Капитальный ремонт в спортивном зале хлеборобной школы завершат уже 1 сентября. Напомню, ремонт в 9 спортивных залах в образовательных учреждениях региона почти завершен. Его проводят в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. В Усть-Калманке установили квест-комнату виртуальной реальности «Знаменосцы Победы». Ее открыли в день российского флага. Подробности расскажет Артем Тарасов. Водрузить знамя на Рейхстаг могут жители и гости Усть-Калманке с помощью VR-очков. Сюжет «Комната виртуальной реальности» построен на событиях в Берлине 1945 года. Находишься на крыше и понимаешь, что это реально страшно. Дальше ты водружаешь флаг. Ну, конечно, гордость за то, что ты к этому причастен был. Потом идет ознакомительная часть, рассказывают про флаги. Интерактивные квест-комнаты движения «Бессмертный полк России» изготовила для 14 регионов страны, где родились «Знаменосцы». Среди них уроженец Алтайского края Петр Петрович Кагыкин. Что очень важно, в этой квест-комнате можно пройти не только финальный победный путь, но и дополнить историю Великой Отечественной войны воспоминаниями и фотографиями своих семейных героев. Квест-комната виртуальной реальности «Знаменосцы Победы» будет работать в Усть-Калманском доме культуры до 1 сентября. Артем Тарасов, Юлия Гадар. Новости. Алтайский край присоединяется к всероссийской акции «Ночь кино-2021». В субботу 28 августа зрители увидят три отечественных фильма «Конек-горбунок», «Пальма» и «Огонь». Участниками акции станут муниципальные кинозалы края. Прийти на показ можно по бесплатным пригласительным билетам, которые будут распространять в кассах кинотеатров. В Барнауле в кинотеатрах «Премьера» и «Пионер» первым покажут фильм «Конек-горбунок». Это сказочный блокбастер, снятый по известному произведению Петра Ершова. Сеансы состоятся в 17 часов. Хоккейный клуб «Динамо Алтай» провел контрольные встречи в рамках предсезонной подготовки. Барнаульцы сыграли с красноярскими рысями 20 и 21 августа в Карандин-арене. Первый матч начался для наших спортсменов неудачно. После второго периода они проигрывали 0-3. Однако в третьем отрезке «Белосиние» меньше чем за 7 минут сравняли счет. В концовке точку поставили рысями. Победа красноярцев 4-3. Вторая игра завершилась с таким же счетом, но уже в пользу барнаульцев. Следующие контрольные матчи «Динамо Алтай» проведет 28 и 29 августа в Титов-арене. Долго как-то мы пока у нас получается раскачиваться, входить в игру. Но это, наверное, есть определенные здесь причины. Причины. Регата и под нагрузкой провели хорошие сборы. В общем-то они у нас не заканчиваются еще. Поэтому работа идет. Работаем как над физическим состоянием, так и над составом команды. Так что все в процессе. На сегодня это все новости. Я напоминаю, что большее вы сможете найти на нашем сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Там мы представлены на всех площадках. В Инстаграме, в Фейсбуке, в Одноклассниках и ВКонтакте. Присылайте свои темы и о самых интересных мы расскажем в следующих выпусках новостей. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Анна Москаленко. Хорошего вам вечера. Не переключайтесь. И до встречи в эфирах.